19 марта в Московской церкви Роса состоялось межцерковное молитвенное служение за Израиль. В этот раз оно было приурочено к празднику Пурим, который символизирует радость спасшегося от гибели еврейского народа. Все собравшиеся смогли погрузиться в радостную Божью атмосферу этого праздника. Основа Пурима – это откровение о том, что из любой, даже очень тяжелой ситуации, есть выход, когда на твоей стороне сам Бог, который может победить. Отдельная часть служения была посвящена истории праздника. Мы та маслина, которая привита к Божьей лозе, и мы обязаны молиться за Израиль, мы обязаны благословлять, ибо слово говорит, благословляющих благословлю, проклинающих прокляну. Поэтому мы благословляем Израиль, мы молимся за Израиль, мы молимся за единство, за святость, за близость, за церковь, чтобы было объединение церковное, чтобы молодежь поднималась в этих молитвенных встречах, в этих молитвенных вечерах, славили Господа и благословляли народ израильский и землю Израиля. Мы продолжаем молиться до победы, ждем. Господь – победитель во всех во всех отношениях. И иногда нам нужно пройти очень сложный путь для того, чтобы сохранить веру до конца, что Бог заботится о своем народе, Он обитает в Израиле. Ощущение Его присутствия просто потрясающее. И нам хочется всем, чтобы мир был, единство, братство, дружбы, любви, помощи, чтобы оно всегда и всегда присутствовало и в наших сердцах тоже друг к другу. Участники служения – это верующие из разных евангельских церквей столицы. Они молились об Израиле, провозглашали мир Иерусалиму, молились о возвращении евреев в землю обетованную, делились свидетельствами той славы, которую Бог производит в жизнях людей. Межцерковные молитвы – это не просто пророческое мероприятие, но и культура, которая помогает развитию иудейско-христианского диалога. Так необходимо просто-напросто исполнять те слова, которые написаны в Писаниях. Я напоминаю, что там просто-напросто написано «просите мир Иерусалиму». То есть это важно как и для Иерусалима, так и для тех, кто просит. Среди верующих принято говорить, довольно от многих можно это слышать, что нужно молиться за Израиль, потому что это несет благословение в жизнь верующих. Это действительно так, да и аминь. Но есть еще такая вещь, как беспричинная любовь. Любовь безусловная. Для себя я выбрала такую позицию, что вне зависимости от того, правильно ли поступает Израиль, правительство Израиля в тех решениях, которые принимаются, нужно просто молиться за Божий народ, чтобы они были ближе к Богу, были ближе к заповедям Божьим. Потому что самое главное лекарство от антисемитизма – это вера в Бога. Канал «Две маслины лайф», Москва.